Пропагандистский нарратив, что придут Тихановские и же с ними, и вас поперевешивают на всех столбах. Господа, нам всем жить в одной стране. Из вашей команды были уходы в последнее время? Я не развожу диктатуру. У нас нет такого. Тихановская сказала, все сделали. Почему бы белорусским добровольцам не дойти до Минска? Две-три тысячи добровольцев войдут, и значит, все, свернут режим. Есть гарантии? Нет гарантии. Лукашенко рухнет тогда, когда рухнет Путин. Слабый Путин означает слабый Лукашенко. Скорее всего, это будет связано с победой Украины. Нельзя сейчас считать демократическим обществом только те, кто выехал. Наши люди внутри страны, мы должны это понимать. Четыре года назад, в августе 2020-го, Светлана Тихановская неожиданно для себя заменила мужа на выборах президента Республики Беларусь. Ее участие в гонке стало катализатором народной революции, которую режиму Александру Лукашенко тогда удалось притушить. Программа «Втренде» встретилась с Тихановской в Вильнюсе, где она сейчас живет. Мы расспросили ее о том, могут ли белорусские добровольцы в Украине силой оружия свергнуть Лукашенко, насколько лоялен диктатуре бюрократический аппарат, и почему Минск не участвовал в обмене заключенными между Россией и Западом. Светлана Тихановская, добро пожаловать снова в программу «Втренде» на Дочвеле. Очень рада быть здесь снова. Здравствуйте. Светлана, начнем вот с новостей. Это обмен российских политзаключенных на путинских шпионов и так далее. Все-таки есть ли у вас объяснение, почему среди тех, кого обменяли, нет ни одного белоруса? Ни вашего мужа, ни Нобелевского лауреата Беляцкого, никого. Почему? Ни даже польского гражданина Анжии Почобута. Почобута, так, да. Это очень больная для нас и тема, и ситуация, потому что, конечно, после того, как этот обмен произошел, и мы очень рады, что и Яшин, и Карамурза, и Эван вышли, но мы, конечно, хотели больше понять, что же случилось. Почему там не было ни одного белоруса, хотя следи демократических стран, наших союзников, тема белорусских политзаключенных, она тоже на повестке дня. Как нам объяснили, мы не были частью переговоров, мы не были частью, вообще не были вовлечены. Это, кстати, объясняется тем, что это была такая сугубо сделка между спецслужбами России и спецслужбами США. И даже многие правительства других стран не были включены и не знали об этом. Поэтому это не то, чтобы разочарование, это больно, но это открыло нам, наверное, еще одну возможность исследовать и это направление. Тут же начались дискуссии, что можно сделать, есть ли у нас там какие-то а-ля белорусские шпионы, которых можно обменять на призаключенных, на что Лукашенко готов обменять наших родных и близких из тюрьм. И мы будем исследовать это направление, потому что мы, кроме давления на режим, мы, конечно, используем возможности и исследуем разные треки. Там bad guys или страны, которые все еще общаются с Лукашенко, чтобы на него надавить, поговорить, чтобы отпустили людей хотя бы из так называемого гуманитарного списка. Это люди, которые умирают. Это люди с болезнями, с раком. Да, это тяжелая ситуация. А вот ваше личное мнение, если вы можете сказать, это ваше личное мнение, что могло бы стать таким триггером для того, чтобы Лукашенко согласился поменять? Вы знаете, я думаю, что Лукашенко настолько держится за политзаключенных. он считает, что даже отпустив одного пятерых, он потеряет свое лицо диктатора. Он не хочет идти даже на эти уступки, которые обусловлены какими-то гуманитарными побуждениями. И тут, конечно, нужен комплексный подход. И это делается только через давление. Уговорить, ну, невозможно. Там вызвать, призвать к гуманизму невозможно. Вот были выпущены 18 человек недавно. Тоже разные эксперты называют разной причиной, что Гутерриш приезжал, Китай надавил после визита президента Польши. Вот. Но 18 человек освободили, и за эту же неделю 72 задержали. То есть тут... Это как это последнее, понимаете, оплот его легитимности в своих глазах. Ну, уж коль мы про него заговорили. Одновременно ведь он... арестовывал и приговорил к смерти немецкого гражданина, который потом стал частью этого обмена. Значит, какое-то понимание, что Беларусь в этом как-то участвует, у вас должно было быть? Мы понимали, что вот этот Кригер, да, он является частью этой сделки. Возможно, это шаг, чтобы поднадавить на ту же Германию, что в России нет смертной казни, они это слали, это сами задержали, сами приговорили, сами отпустили. То есть для того, чтобы это способ давления режима. Вот, но... Это он исполнял волю России. Это не было его желанием, нежеланием торговаться. Там, наверное, его никто не спрашивал в этот момент. Вот, кстати, об этом. Ну, вы согласны с тем, что Лукашенко рухнет тогда, когда рухнет Путин? Настолько сегодня это... Ну, настолько сегодня неразрывно. Я считаю, что это... Конечно, они связаны. Конечно, они союзники. Конечно, Лукашенко на поводке у Путина. Но смотреть на Беларусь только через призму России, это в корне неправильно. Не через Беларусь, на режим, на судьбу режима. Хорошо, на судьбу режима. Конечно, слабый Путин означает слабый Лукашенко. Но если все время думать о Беларуси и оглядываясь, а что там в России, а что там скажет Путин, это не приведет нас никуда. Россия огромная, Россия разношерстная. Беларусь более компактная, и в Беларуси большинство беларусов за перемены. Это консолидированное общество, которое против Лукашенко и за изменения в Беларуси. То есть начинать, по моему мнению, разваливать всю эту диктаторскую империю нужно именно с Беларуси. А почему не началось... Вот вы говорите, знаете, чем это напоминает высказываемые части российских оппозиционеров? Кто же, говорят, людям надоела война, люди настроены антивоенно, люди настроены антипутински, ничего не происходит. Ну, говорят, репрессии. Ну, предположим, даже в России можно это обсуждать, потому что массовых, каких-то супермассовых протестов не было с 2011-2012 года. Беларусь... Ну, вот 2020 год, когда вы участвовали в выборах, это недавно. Эти люди, ну, по-прежнему там, ну, значительная часть, какая-то часть, по крайней мере. Так почему ничего не происходит? Если вы говорите, что все готовы к переменам, почему это никак себя не проявляет? Для того, чтобы это понять, надо жить и находиться в стране, которая напоминает сейчас ГУЛАГ. Репрессии достигли такого уровня, что за любое слово, за общение на белорусской мове, за антивоенную позицию, ты просто уходишь в места, столь неотдаленные, на много-много лет. Это не год, не два, это 15-20 лет. И это все делается на показ, чтобы застрашить остальных. То есть человек прокомментировал что-то, я против войны, спел там украинскую песню, не знаю, задонатил 5 евро украинской армии, вот тебе 5 лет тюрьмы. И это все транслируется по телевизору. И вот эти нарративы антизападные, пророссийские, ну, пропаганда просто выдает огромными порциями. Наверное, сейчас... А на обществу действует эта пропаганда? Я очень хочу верить, что у белорусов уже есть антирежимная вакцина, что они не поддадутся вот этим массовым бросам пропаганды. Есть доступ, несмотря на все ограничения, есть доступ к альтернативным медиа. И, конечно, тут надо очень мощно противостоять пропаганде, работать с молодежью, которые там в 2020 году там были 15-летними подростками, сейчас уже осознанные люди. А как с ними работать? Если наверняка там тоже блокируют VPN, там делаются то же самое, что делают в России. Да, но у нас за 4 года не ощущается падение интереса к альтернативным медиам. То есть этот спрос именно изнутри страны, он растет и никуда не уходит. Люди изощряются, там два гаджета, один дома, с которого они читают новости, другой рабочий, с которым тебя... Нейтральность, с которым... Да, остановят, и там ничего не обнаружат. Кажется, от этого очень можно быстро устать, жить вот такой вот жизнью, постоянным напряжением. Но люди это делают. И сейчас незадача, насколько я это вижу, выходить на улицы, чтобы у нас увеличивалось количество политзаключенных, потому что ты ничего не можешь сделать против дозубово-ороженного ОМОНа, и режим только укрепляет эту свою систему, но готовиться к тому моменту, когда возникнет вот это окно возможностей, триггер. Которое может быть связано с ослаблением Путина? Может быть, с ослаблением Путина. Скорее всего, это будет связано с победой Украины, что априори означает ослабление Путина, ослабление Лукашенко. Но также очень важно, чтобы белорусы понимали, что они не оставлены один на один со своей бедой, что у нас есть мощные демократические союзники, которые отреагируют гораздо быстрее и мощнее, чем было в 2020 году. К союзникам мы сейчас вернемся, но еще немножко заднемся на Лукашенко. Вот сейчас многие говорят, комментируют о состоянии здоровья, смотрят вот эти какие-то фотографии, на которых он какой-то, так сказать, через чего полный и так далее. Ну, согласно вашим источникам, что нам известно о его состоянии здоровья, что нам известно о состоянии режима. Вот, например, готовит ли он кого-то себе в преемнике лично сейчас? Потому что, помните, у нас было много преемников. То сын, то не сын, то еще кто-то. Вот что мы знаем сейчас о Лукашенко? Тут эксперты очень много обсуждают, рассуждают, может, иногда спекулируют на этой теме. Мы не должны надеяться, что что-то случится физически с Лукашенко, хотя это, казалось бы, самый простой выход, потому что никто из системы не сможет перехватить последовательность Лукашенко, перехватить его власть, потому что вся система построена под Лукашенко, поэтому они его максимально сохраняют. И никто не будет иметь такого влияния на силовые структуры, как Лукашенко, все заточено под него. И вот в тот момент, когда... Почему нам важно выстраивать альтернативные демократические институты власти, чтобы когда будет тот момент, когда что-то произойдет, там, с немолодым Лукашенко или там победа Украины, чтобы в тот самый момент будет только две альтернативы, либо продемократически настроенные белорусы и мы как альтернативный источник власти, либо ставленник России. Все. А кто может этим ставленником стать вот сейчас? Да кто бы ни стал. Главное понимать, что белорусское общество не примет никого без честных, свободных выборов. Белорусы потребуют выборов? Конечно. Это наша цель и наша задача, чтобы белорусы из-за этих репрессий, из-за уже этого долгого времени не потеряли вот это ощущение, что... не потеряли цель, не расфокусировались. А если будет... Представьте себе, умер Лукашенко, выходят там все топ-военные, значит, спецслужбисты на телеэкран говорят, вот, президентом будет сын. Ну и чего? И люди выйдут на улицу, вы думаете? Возможно, выйдут. Возможно, это выхрешено. Возможно, конечно. Тут ничего нельзя утверждать, потому что сценарий может быть много. Может, кто-то станет, не знаю, какой-нибудь военный, самопревозгласит себя. Это люди выбрали? Нет. То есть, политическая ситуация в стране, она не изменится после назначения кого-то. Только путем честных, свободных выборов. Когда политзаключенные будут освобождены, там много лидеров, которые белорусы хотят видеть своим президентом. Ну, переставили шахматную фигуру. Да, партия от этого, она не изменилась. А можно договориться с кем-то из вот этих людей в окружении Лукашенко, чтобы, ну, они не чувствовали себя, ну, как сказать, под угрозой, что их всех там пересажают в случае прихода демократических. Да, вот это вот пропагандистский нарратив, что придут эти хановские и же с ними, и вас поперевешивают на всех столбах. Господа, нам всем жить в одной стране и работать в этой стране на благо этой страны. И поэтому все будут нужны, конечно, те, кто совершал тяжелые преступления против белорусов, они должны понести наказание, потому что должна быть правовая государство, правовая страна. И если выйдет на сцену человек, который, да, давайте договариваться, вот мы выпускаем политзаключенных, начинается производство против совершивших преступления, конечно, это тоже выход из ситуации. Хорошо, вот объединенная оппозиция, о которой вы говорите, вас недавно провели съезд, на котором, так сказать, было решено, что вы будете продолжать оставаться как бы, ну, лидером оппозиции, лицом публичной оппозиции до тех пор, пока не будут проведены новые выборы или пока вы сами не захотите уйти, если вдруг что. Вас это не смущает, потому что ведь многие скажут, вы президент, ну, я считаю, что выиграли выборы, как вы утверждаете, до 25-го года, а потом надо проводить новый, ну, почему не провести выборы, скажем, среди демократических белорусов, за границей? Тогда это будут выборы среди, там, ну, полумиллиона человек, нам нужны выборы, нам нужны голоса белорусов внутри страны, потому что нельзя сейчас считать демократическим обществом только те, кто выехал, наши люди внутри страны, и мы должны это понимать. Да, у них сейчас нет голоса из-за репрессии, мы должны быть их голосом. И вот этот, говорят, вот мандат Тихановская, послушайте, я, мой мандат, он не обусловлен временем, он обусловлен целью, которую мы перед собой ставили. И поэтому надо просто продолжать работать. Так получилось, что вот этот капитал, который мы себе всем демократическими движениями, там я в частности, нарабатываем, он же не для меня, он же для всех белорусов. И если начнется вот это вот ай, давайте выборы, там еще что-то, наши демократические партнеры, ну, совсем растеряются. А они довольны вот этим? Вы говорили с западными партнерами, ну, например, многие западные лидеры, которые были лидерами тогда, когда вы участвовали в выборах в 2020 году, сегодня уже, ну, как бы, они сходят со сцены и так далее, них не переизбрали. Вы чувствуете, у вас есть понимание на Западе, что это нормально, что вы остаетесь, ну, бессрочно фактически? Когда приходят новые лидеры, вы знаете, такая тяжелая задача, чтобы, знаете, заразить этого нового лидера Белоруссию, потому что, когда ты эмоционально не привязан к событиям 2020 года, это не видел, не чувствовал, то очень тяжело, наверное, объяснить, почему нужно поддерживать белорусов. Тут уже идет разговор и о безопасности всего региона, о том, что только демократическая Беларусь может быть партнером, что белорусы и режим это не одно и то же, но это надо делать. И это, как эксперты говорят, вот в момент X, вот в это окно возможности, как мы его называем, наши демократические партнеры должны понимать, куда позвонить, с кем пообщаться. И когда они видят, что мы строим демократические институты, что мы вместе. То есть они будут знать, что номер этот ваш? Абсолютно. Звонить вам? Да. Но я говорю от лица белорусов. Я не развожу диктатуру, у нас нет такого, вот Тихановская сказала, все сделали. Потому что у нас, как власти таковой, ее же нет. Нет, я не прикажу никому ничего сделать, люди идут добровольно, люди добровольно объединяются и работают вместе, потому что цель общая. Ну, одновременно, скажем так, из вашей команды были уходы в последнее время. Квалевский, например, да. Павел Латушка, ну, это очень заметно, продолжает держать дистанцию и, ну, демонстрирует, что, ну, он, конечно, так сказать, вот вроде как в оппозиции, но вот он отдельная фигура. Единство ли это? А никто не запрещает проявлять лидерство в данной ситуации? Я бы хотела, чтобы еще больше было таких лидеров, которые, возможно, они идут, ну, работают на себя, но в то же время они работают на общую цель. Я не смотрю на людей, как на конкурентов, потому что ни со мной не надо конкурировать, да, и с людьми сейчас не надо там ругаться, потому что могут быть разные мнения, у нас есть даже разное понимание, возможно, как можно достичь перемен в Беларуси, но все понимают конечную цель. А в чем? Хорошо, не называю фамилию, по-моему, будет неудобно, а вот какие разногласия по поводу достижения целей вот существуют? Ну, вот буквально на конференции было высказано мнение, что может быть стоит вернуть легитимность Лукашенко в обмен на освобождение политзаключенных. И тут легитимность как? Ну, например, послов начать отправлять в Беларусь. А, чтобы Запад вернул, понятно. Да, да, Запад. Эта идея существует, да? Либо у нас же есть люди из военных структур, добровольцы в Украине сейчас воюют, которые считают, что только, например, каким-то переворотом можно решить ситуацию в Беларуси. Но все равно большинство беларусов придерживается мнения мирного перехода власти, что нельзя торговаться людьми, там, санкции в обмен на людей, потому что это уже проходили не раз. Это такой замкнутый круг, режим продает, берет, что ему надо, набирает новых политзаключенных, а у демократического общества больше и козырей нет в руках. Это я могу понять. А почему не пойти путем добровольцев? Ведь, вот смотрите, Украина зашла в Курскую область, военнослужащие вооруженные силы Украины. А почему беларусским добровольцам не дойти до Минска, зайдя с территории Украины? Почему? Четыре года ничего особо не зрустило. Стало только хуже. Вы сами говорите, стало хуже. Почему нет? Давайте начнем с того, что стало хуже. Стало ли лучше Лукашенко? Тоже нет. Он сильно ослаблен. Он понимает, что он потерял легитимность в глазах беларусов, что он уже не вернет никогда это доверие. И единственное, чем он может, за счет чего удерживаться у власти, это Путин, это постоянная репрессия, ну и в какой-то степени экономика. По поводу захода полка, Тут надо быть реалистами, потому что да, людей много, они воинственно настроены, они наши герои, но тут военные эксперты тоже говорят, ну вот сколько это человек будет. Для того, чтобы вошли и получили поддержку, например, армии беларусской, с беларусской армией нужно работать, нужно выстраивать внутри Беларуси ячейки сообщества, которые будут знать, если будет такой сценарий, о чем я абсолютно не утверждаю, что делать на местах. Ну а почему, смотрите, вот я не раз слышал от военных экспертов, это довольно часто употребляемое, ну упоминаемое соображение такое, что беларусская армия, она в общем-то не очень лояльна Лукашенко, Лукашенко всегда держал ее немножко на расстоянии, укреплял только, так сказать, там КГБшников и так далее, что эта армия в принципе не будет особенно сопротивляться, если кто-то с благой целью зайдет на территорию Беларуси и, ну условно говоря, даст не даст зеленую улицу, но вмешиваться не будет. Я почти уверена, что так и будет. Может тогда и стоит эту тему развивать? Но это невозможно сделать ни с того, ни с сего. Вот задача сейчас беларусских добровольцев это защищать Украину, они поехали туда для этой цели, потому что защищая Украину, они защищают и Беларусь. Возможно, потом большинство беларусов вернутся к этой дискуссии, что может быть этот способ возможен, но все-таки беларусы это ну такое мирная мирная нация и возможно я ошибаюсь, но я бы хотела, чтобы переход к новой власти, к демократической Беларуси произошел мирным путем. Вы знаете, вот интересно, что многие в России так очень долго считали и по-прежнему многие лидеры оппозиции говорят, что мы сугубо за мирный путь и так далее, но свойство нынешних режимов такое, что ну в том числе среди российских оппозиционеров есть ощущение, что вот все время разговор о чисто мирном пути это тупик. У вас нет такого ощущения в отношении Беларуси? Я понимаю, что может быть национальный характер, может быть разный в России много национальный характер, более как правильно сказали много национальный, страна большая, но тем не менее режим обеспечивает экономическую, ну круглую повседневную жизнь нормальную, ну по крайней мере в России в крупных городах незаметно слишком больший экономический трон до сегодняшнего дня, насколько понимаю в Беларуси тоже. При прессии режут тех, кто, ну те, кто, так сказать, готовы выступить. Эмиграция большая, вы сказали полмиллиона, но в Беларуси это много. Много. Это очень много. Так может быть действительно, так сказать, тупик? Нет? Тут, конечно, можно долго дискутировать и надо понимать, к чему готовы, ну к чему готовы гражданское общество белорусы. к противостоянию военным путем, мне кажется, на данный момент белорусы не готовы. Поэтому такая очень, очень, такая тема на грани, конечно. На грани, да? Да. Тяжелая для вас? Очень тяжелая, потому что нет простых ответов. Ну невозможно сказать, вот там две-три тысячи добровольцев войдут и значит все, сверхнутрижим. Есть гарантии? Нет гарантий. А вот знаете, интересно, я не думал задавать этот вопрос, мне пришло это в голову прямо сейчас. Вот в прошлом году, когда Пригожин начал свой марш и прошагал довольно много по территории страны, захватив де-факто город Ростов с селением один миллион человек, если не больше. А в Беларуси похожая ситуация вот будет с бюрократией, с... Потому что никто не сопротивлялся. Все растворилось где-то. Вот путинский режим растворился. В Беларуси похожая ситуация или нет с режимными людьми? Режим намного менее консолидирован, чем это может показаться извне. Это кажется, что Лукашенко все лояльны, но там система, она выстроена на страхе. И люди хотят избавиться от этого страха. И в основном в этой системе там, не знаю, регионами управляют обычно технократы, которые в момент перемен они будут первые стоять и говорить «А мы всегда были с вами, всегда были за вас, давайте строить демократическую Беларусь». Я думаю, что если бы вот такой момент был в Беларуси, отступили бы, никто бы не ринулся защищать... Не хватает Пригожина белорусского? Не надо, нам у нас свои там Пригожины сидят, но я помню, что вот этот момент, когда пошел Пригожин на Москву, и на тот момент показалось, что вот, возможно, это именно то окно возможностей, если бы Пригожин пошел дальше, да, в России были бы сконцентрированы на вот этой своей борьбе против Пригожина, и тогда Лукашенко очень сильно зашатался бы. Он и так как маятник туда-сюда. Поэтому в тот момент я думаю, что могли бы белорусы выйти и добиться. Но это должен быть триггер, это должен быть какой-то черный лебедь. Ни с того, ни с сего выходить людям и, не знаю, бросаться на амбразуру, ну, это не... ну, нерелевантно сейчас, да. А вы, кстати, поддерживаете ли какие-то контакты с российской оппозицией? Конечно, белорусские демократические силы, я считаю, должны находить точки соприкосновения с российской оппозицией. Мы можем делиться опытом, можем делиться инструментами, как работать с режимами. Мы должны понимать, что у нас разный контекст все-таки в Белоруссии и в России. И нам очень хочется, наверное, больше слышать от российской оппозиции, что после перемен в их стране они прекратят вот эти вот свои эмпилистические амбиции, будут уважать суверенитет, целостность, независимость стран, соседей. И это то, что и Украина, я думаю, это тоже хочет слышать. Поэтому есть, конечно, контакты, общаемся, но не очень плотно и не очень глубоко. А с Киевом контакты у вас наладились? Знаете, когда началась война, для меня было очень важно в первую очередь показать украинцам как нации, как народу, что белорусы не агрессоры, что Лукашенко это тот человек, который отдал нашу территорию, помог Путину, но это не белорусы. И, в принципе, украинцы это видели и потом осознавали, потому что вначале там столько всего происходило, и что белорусы партизанили, и что белорусы пошли воевать, то, что наши белорусы, белорусочки готовы уже выезжать, разминировать Украину, если это надо, помогать, восстанавливать. Но это нужно было очень долго объяснять, потому что в 20-м году нам казалось, что нас все знают, нас все видят, а потом ничего, нет именно визуализации протеста, и так потихонечку там Украина сконцентрировалась на своих проблемах, и немножко отошла вот эта вот эйфория от 20-го года, и нам нужно было заново переоткрывать Беларусь для украинцев, потому что до начала войны Лукашенко был, не знаю, самым популярным политиком в Украине, и потом у украинцев тоже открылись глаза, вот в такой вот форме, и у нас сейчас стало больше коммуникации, у нашей белорусской диаспоры с украинцами, и я очень рада, что и у президента Зеленского поменялась риторика в сторону Беларуси, и говорит о европейском будущем для Беларуси, назначили специального представителя работы с демократической Беларусью, поэтому тут шаг за шагом мы просто движемся вот в одну сторону, но, конечно, еще работы много, потому что в украинских регионах белорусы рассказывают, что сталкиваются тоже с негативной риторикой по отношению к ним, очень много каких-то технических моментов в Украине для белорусов, что невозможно обновить документы, что при пересечении границы, даже если люди едут с гуманитарной помощью для Украины, там куча проверок, ну, тут можно, конечно, с пониманием отнестись. Насколько проблем есть также и на Западе у белорусов, с банковскими счетами, там, и так далее, и тому подобное, что вы делаете для этого, как вы общаетесь с западными лидерами, что и что вообще можно сделать, чего нельзя? Что касается западных стран, тут очень важно поженить политическую волю и практическую реализацию этой политической воли, потому что все политики наших дружных стран заявляют о том, что режим Лукашенко одно, белорусы другое, помогаем белорусам с легализацией, помогаем в борьбе против режима, помогаем медиа, инициативам и так далее, но когда человек обычно приходит и просит политического убежища, у вас же все хорошо в Беларуси, ну, чего вы едете домой, там, паспорт меняете, нет понимания глобальной политической ситуации, есть инструкция, там, когда-то, наверное, последняя оценка ситуации в Беларуси была в 19-м году, и она там безопасная страна, и вот они на основе этих документов устаревших работают, поэтому нужно своевременное обновление оценки ситуации, мы над этим тоже работаем, потому что, ну, давайте возьмем Германию и легализацию белорусов с просроченными паспортами, я разговаривала с министркой Аналеной Байербок, там выдали четкую инструкцию, что принимать просроченные паспорта, и на основе этих просроченных паспортов выдавать временные виды на жительство, ну, какие-то другие документы, и пока эта инструкция дойдет до всех земель, да, то есть это время проходит, а люди ждут, люди годами ждут убежища, ну, это такая вот бюрократия. С другой стороны, ведь есть и подозрения, россияне тоже с этим сталкиваются, что будет инфильтрация агентуры, провокаторов и так далее, и тому подобное через тех, кто приезжает, чем дольше прошло времени, тем больше подозревают тех, кто пытается уехать, мол, чужую сидели. Вы сталкиваетесь с таким? Ведь вот тут это законный как бы интерес безопасности западных стран. Да, конечно, есть и ограничения передвижения белорусов, либо визовые баны. Многие страны тоже связывают с тем, что приезжают шпионы, скажем так, в Литву, в Польшу, но мы же все понимаем прекрасно, что даже если вы все кордоны закройте, шпионы все равно проникнут. Через Венгрию, например, Венгрия упростила выезд белорусов, поэтому вот эти ограничители, они не ограничат режим, но они ограничат продемократически настроенных белорусов, и это вызовет какую-то негативную реакцию со стороны большинства наших сограждан, и какая-то очень болезненная тема, потому что мы-то выступаем за европейскую Беларусь, за белорусскую часть Европы, и когда закрывают границы, когда запрещают машинам въезжать на территорию соседских стран, Лукашенко ликует, потому что чужими руками он как бы усиливает свой нарратив, что вы никому не нужны, вас никто не ждет, видите, они там железный занавес опускают, ах, какие они плохие, надо с Россией дружить, давайте-ка все вместе поедем учиться студентки в Россию, а не в Европу, они же вас не приглашают, и это очень опасно, очень опасно. Последний вопрос, личный, ваш муж, насколько я понимаю последний раз, вы про него получали какие-то вести где-то в 2023 году, правильно, да? Но что, с тех пор вообще ничего? Вообще ничего не слышно, единственное, что, может, вы помните, в июле, летом 2023 года показали видео из тюрьмы, там, где я увидела своего мужа, еле его узнала, конечно, но не знаю, когда это было видео снято, но да, это правда, с марта 2023 года мы не получили ни одного письма, адвокат ни разу не попал к Сергею, я могу предположить, что он также содержится в одиночной камере, как все эти четыре года, это просто ужас, как можно изолированно содержать человека все эти годы, и таких людей, которые содержатся в режиме инкоммуникадо, это вид пыток, сейчас у нас подтвержденных 10 человек, а сколько еще которых мы не знаем, и задача режима в этом случае, конечно, надавить на родных, на белорусское общество, потому что это наши лидеры, там, в тюрьмах, но, наверное, их основная задача это убедить наших родных в тюрьмах, что о них все забыли, сломать их психологически, что никто к вам не ходит, вы никому не нужны, письма вам не ходят, люди ушли жить своими жизнями, а вы тут вот сидите, возможно, на них так давят, чтобы они подписали какое-то прошение о помиловании, например, многие же отказываются, и я очень надеюсь, что, может быть, у них все равно есть возможность как-то получать информацию, то я уже себя воображаю, и они знают, что они пункт один в повестке в демократической Беларуси, и что никто, конечно, не забыл, и один из наших приоритетов это помогать темям политзаключенных, вышедшим политзаключенным, это тоже очень тяжелая задача, поэтому наша борьба нелегка, да, и она усиливается вот той болью, ежедневной болью, которую мы испытываем из-за наших политзаключенных, родных, умирающих в тюрьме. Для Лукашенко это ничего не значит, он может просто сконцентрироваться на своем политическом выживании, на продаже белорусского суверенитета России, а нам-то больно. Светлана Тяновская, большое спасибо. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова